Привет, друзья, с вами Ваймс, и я продолжаю проходить Дартист Данжен, и я подумал, что раз уж наркоманить, то совсем, так что поехали. Не уверен, но сейчас разберемся. Импейл, Каптивейт, Татарскиз и, не знаю, вот эту хрень какую-нибудь. Сюда тот же самый набор. Третьего все-таки надо взять? Нет, не в таверне. Третьего надо взять, и, я думаю, ее, потому что она первого-левого, наверное, сойдет. И ей тогда... Тоже стандартный набор. И поехали пытаться нарк... А, да, Тринкеты. Тринкеты. Поехали тогда Тринкеты, да. А у меня есть, во-первых, на второй слот... Прейсер на минус три скорости. Во-вторых, на первый слот у меня должно быть что-то на плюс, сколько-то скорости, правильно? Ну, плюс один скорость, это не совсем то. У меня было плюс два скорости. И минус мув резист тоже сойдет. То есть, восемь, три. Достаточно хорошая разница. Так что сюда теперь можно взять, не знаю, Санринг. Сюда теперь можно взять Санринг. Сюда теперь можно взять... Еще что-нибудь. Не знаю что. Чем она бьет? Милишным рейнджем, то есть всем подряд. Фокус ринг и, там, голову на плюс дамаг. Пофиг. Лечение не нужно. Ничего не нужно. Или я могу кого-нибудь хилищего еще взять четвертым? Да не в таверне. Достава. Не особо. Ну и пофиг. Так, это короткий данж на сто процентов боев. Хилиться будем едой. Сойдет. И в основном я сюда иду, чтобы пропустить день, неделю. Пофиг, какая разница. День, неделя, какая разница. Ну, заодно гербов понабираю. А, первый бой. Я заставил фрасплох, так что я смогу два МПУ провести. До начала. И так же кинуть кинжалу даже. И попасть даже. Вы не в том порядке ходите. Несмотря на разницу в скорости в пять. Какого хрена? Ну так тоже сойдет. Окей. На первых левых МПУ шикарен. Просто две... Две шилдбрейкерши берутся. Два МПУа. Все враги мертвы. По сути. Проблема в том, что нужны тренки-то на плюс скорость в идеале. Минус скорость не так хорошо работает. Или нужно заставать всех врагов врасплох. Тоже вариант. Но это эффективно работает только там, где можно навесить блидь на врагов. То есть не везде. Точнее не блида блайд. А, да, он еще и перволевый не вешает блайд. Тогда может быть и нет. Может быть это на третьих левых, а ну шикарно работает. Да, он только со следующего левого начинает блайд навешивать. Вроде бы так. Тогда вообще пофиг. Я добью его. Это эффективнее, чем еще один МПУ терять. Настоят в адрес кейс. 17 урона. Блайд резист. Хоть у него и всего 20%. Хотя казалось, без 110. То есть у него 10% был шанс зарезистить, и он зарезистил. Так вот. Ну зато разведка. Прошу идут, который не нужен. Нормально. Минус лопата. Где еще есть комнаты с врагами? Нигде нет комнат с врагами. На весь данших, видимо, две. Ну что, тоже неплохо. Но все-таки я бы предпочел, чтобы это были первые две, а не первая и последняя. Мне не так много всяких файкев. Ну и плюс, если это первые две, то мне не нужно сражаться совсем по пути. Ну, заходите уже. Хватит тупые диалоги выдавать. Да, это первая и последняя комнаты. Какой ужас. Мы, по-моему, не хватит файкев на это все. А хотя нет. С этим должно хватить. Эх, 73. Ну ничего, я еще разожгу. Да, все-таки в плюс скорость набирать было бы намного эффективнее, потому что... Сейчас у меня у второй скорость 3, так что она ходит после всех. И это довольно печально. Потому что после всех обычно уже не надо. Ну или уже некому ходить. Тогда как. Немножко еды неплохо. Надо первое покрасить в желтый цвет. Чтобы знать, какая-то они слишком похожих цветов. Окей, еще один такой же бой. Если бы я их заставил врасплох, было бы хорошо. Эффективнее, наверное, Адовский скис будет использовать два раза. Да, определенный. Я, правда, забыл взять тринкет на плюс экспо, но с другой стороны, надо ли оно? Если у меня их две, то стоит их и прокачивать вместе? Не уверен. Три факела еще, вроде бы, хватает. Это я не буду трогать. Я не помню, что оно делает, но не буду трогать. По-моему, позитивный кверк дает. Если правильно потрогать. И четыре собаки. Ну, отлично. И, кстати, не следил. Может, МП уже понерфили там или еще что-нибудь такое сделали. Ну, вроде все еще минус 60% урон. Так что, если понерфили, то не этим. И вроде бы все еще меткость выше базовой. Так что и не этим. А, это вроде бы... Чем лопата открывалась? Нет, просто так руками. Просто так руками. Отлично. Квест проведен. Левел я не получу, конечно же, потому что... Это короткий квест. Ну, хотя бы там третий левел. Неплохо. По крайней мере, это обновит локации, обновит персонажей и все такое. Может быть, я смогу кого-нибудь более вменяемого нанять? Например, Лепера первого уровня. Нет, это плохая идея. Это плохая идея. Тут тоже ничего хорошего. Ну, я могу еще раз туда же сходить. Или в длинный данж. Но длинный я такой пати не пройду. Хотя, может, там Висталка есть? А культист? Это почти Висталка, но не совсем все-таки. Хотя я бы хотел нанять вот этого вот парня. А, полный. Полный ростер, это нехорошо. Я могу выгнать одну. Эту, например. И вместо нее взять этих двух. Это будет более эффективно. Даже на третьем левеле оно... Ну, в смысле, на втором или какой там. А, я не ту просто смотрю. Да, здесь оно блейд вешает уже. Один поинт. И потом два поинта на максимальном уровне. Вроде бы так. Ммм. Да, наверное, более хорошим вариантом будет выгнать одну силдрейкершу. У какой хуже? У этой хуже. То есть выгнать эту. Взять бандитов. И пойти чисто ДПСной перволевленной пати в длинный данж. Разница в скорости 5. Без каких-либо особых тринкетов. Так что сюда можно плюс дамаг. Вообще сюда можно вместо плюс дамага взять все-таки. Но хотя, блин. Скорость прокачки тут не поможет. Хотя если я качаю чистый щилдбрейкер, что поможет. Потому что это уже прокачано слегка. Это еще нет. Так что, видимо, все-таки так. Плюс дамаг по Элдриджам. Видимо, да. У тебя все окей. У тебя. Тоже там какой-нибудь дамаг по Элдриджам. И... Какая-нибудь еще фигня. Санринг. Сойдет. У него даже грипшоты квипнут уже. Из последнего слота она что может? Кидать кинжалы и лунжить только. А он из последнего слота что может? Стрелять. Трекинг шот. И все, по сути. Ну не знаю. У нее кидание кинжалов это, в принципе, самый полезный скил. Так что лучше пусть она... Не знаю. В таком сетапе в последнем слоте сидит. Это не помогает, но все-таки. А он пусть так сидит в третьем. Побольше еды. Побольше факевов. Побольше лопат. Как-то так. Ну да, про щелкерейчерша у меня целое видео было. Целых два видео было. Так что, наверное, объяснять ее особо скиллу не нужно в этом видео. Хотя, если бы это нужно было делать, то это нужно было делать раньше. Перед первым данжем. Ну, в общем, она игнорит протекшн парой своих атак. У нее есть этот импейл, который на всю... Стоп, я скилл не забыл поменять. Ну, забыл, но у нее и так есть парочка нужных. В общем, это у нее игнорит протекшн. И это полезно. Не очень много урона наносит. Но зато игнор протекшн. Проблема в том, что по первым думам только с лотом. Но, с другой стороны, протекшн в основном у первых двух с лотов. Это притягивает и сбивает гарды. И игнорит гарды. Это сингл таргет с кучей блайта и приличным уроном. Это АУЕшка на всю команду. С хреновым уроном и копейками блайта. Но все же. Это антистелс. Если бы он до четвертого слота доставал, это было бы полезно. А это единственная атака, которая ее не двигает вперед или назад. Блайт и средний урон. Бонус по метке зачем-то. И это двигает вперед, дает два блока. Блоки довольно бесполезны. Они убирают физдамаг от следующих двух попаданий по ней. Но только физ. То есть, блиды, блайты, все навешивается. Стресс. И опять же, тратить ход, чтобы не получить урон два раза. Если ее вообще будут бить в этом бою. И только урон от прямых попаданий. По-моему, так себе идея. Отдыхать я в этом данже буду только после завершения всего данжа. Потому что при отдыхе тут фигня случается. С другой стороны, это перволевленный данж. Ммм. Не знаю даже. Можно попробовать, наверное. Сейчас вернусь в стартовую комнату, отдохну. И потом дальше пойду с кучей стресса и половиной хп. Потому что я могу. Ну вообще, перволевленный данж, дамаговый пати. Там не должно быть особых проблем. Но стресса на меня это навесит. Пофиг. Есть ли у меня вообще что делать при отдыхе? Там засаду убрать, еще что-нибудь такое. Ааа, нет. Ну вообще хорошо. Минус 15% сюда. Минус 15% сюда. Баф на себя. Наверное, да. Армор пирсинг не очень нужен. Они друг на друга еще могут минус 15% натянуть. И это полезно. Плюс хп и протекшн не очень нужны. Наверное, баф... Ну, баф милишных скиллов. Он в третьем слоуте не особо использует милишные скиллы. Так что просто снять все стресса. И за два... Не знаю. Есть на ком-то болезнь, чтобы ее снять? Нет. Ну, плюс шанс блайта, наверное. Не знаю. В общем, если я с щилдбрейчершами отдыхаю, то случается ивент со змеями. Оно гарантированно на меня нападает, так что убирать засаду от этого бессмысленно. Но если я не убираю засаду, то вместо этого может быть обычная засада. По-моему, так. И эти ивенты случаются ограниченное количество раз в каждом уровне данжей. То есть в легких данжах там оно 2 или 3 раза случается. В средних данжах 2 или 3 раза. И потом в сложных данжах может быть бесконечное количество раз. Или может быть не бесконечное количество раз. Не знаю. В общем, здесь 3 змеи. И это стелсовая и скритующая. Эти две вешают гарды и репосты и всякие подобные вещи. И они довольно толстые. И репост я отменить ничем не могу. Я могу навесить неплохой блайт на кого-нибудь, но, блин. Резисты. Так что я просто ударю. И в этом ивенте щилдбрейкерши получают 23 стресса за раунд. Это печально. Ауяшка. Я репост поймаю. Но что мне еще делать? Ауяшка. Это убила последнюю змею. И репост там довольно недамаговый. Антистелс я не могу применить, потому что она под гардом. А, и потому что он не применяется на первый слот в любом случае. Ну тогда Ауяшка. Потому что я могу на целых 2 урона. 35 протекшена. Наверное, Адерскиз. Ну, на нее всего лишь 14 применяется стресс, потому что минус 30%. Так что неплохо. А с другой стороны Адерскиз, это всего лишь 6.11. Но это может ее убить. Два Ампейла. Вряд ли могут ее убить. Если максимум прокнет на обоих. Хотя не, не прокнет, потому что на втором там меньше максимальный урон. Потому что у нее менее прокачанное оружие. Так что Адерскиз. Да. Притом браншотного. Хорошо. Ну, снятия протекшена у меня нет, так что бафайся. Снятие стало сточнее. Но зато я могу ее отткнуть и ваншотнуть. Неплохо. Это дает сюжет. Силдбрейкерши. И это дает тринкет из силдбрейкерши. Блайт шанс, блайт резист. И также... Ну да, это ее сюжет. И также вот эти вот чешуйки, которые дают ее гард. Вот этот вот, который что? Не получать урон от следующего попадания. Только любому персонажу. На самом деле не нужно. Хотя в паре мест может пригодиться. В частности, на Пророке. На Свинье. И... Все, по сути. На этом Вульфе. Но Свин и без этого очень легко проходится. Пророк. В принципе, не проблема. Вульф, ну, может быть. Может быть. Может быть, есть смысл. Я забыл их местами поменять. Как всегда. Но это легкий бой. Так что это не проблема. Я их и так убью. Так даже лучше, потому что я могу просто использовать Адарскиз и ваншотнуть. Ну, или вообще не использовать Адарскиз, потому что... Последний щелкбрейкерши просто нечего делать, потому что этот стелет сам умрет. Остальные уже мертвые. Так что МПЛ чисто, чтобы поменять местами. Не знаю. В принципе, МПЛ как скилл мне совершенно не нравится. Да, он работает. Но он работает менее эффективно, чем другие скиллы. И чем другие персонажи. И все, собственно. И он слишком... Не знаю. Идиотский. Типа, если хочется играть, ни о чем не думать вообще. Там не... Не выбирать, кого атаковать. Не задумываться над тем, что делать в каждом раунде. Просто берутся две щелкбрейкерши. Какая-нибудь там докторша, которая будет станы вешать. И висталка, и просто спамиться МПЛ. Ауешный стан и ауешный хилл висталке. Все, никакие другие скиллы не нужны. Поставить все это на единицу. И все. И в каждом бою... В каждом раунде каждого боя просто спамить. Единица, левый клик, единица, левый клик, единица, левый клик. И это будет достаточно адекватно работать. Чтобы проходить почти все, кроме боссов и там... Дартиста. И даже почти не умирать. Это будет менее эффективно, чем нормальная пати. Которая там правильно выбирает цели, правильно подобрана под данж. Но какая разница, если это все равно работает? Немножко не добил. Печально. Ну, она все равно промахнулась. Это дает баф, правильно? Они не дают снять эстрессу. Тоже, грант. Ну, неудачность кратко разведалась. Хотя мне все равно не нужны деньги, так что я не буду туда возвращаться, скорее всего. Зачем я взял столько лопат? Я не знаю. Ну, зачем ты взял? Так что, в принципе, я надеюсь, что МПЛ понерфят. При том, что я не считаю его особенно эффективным, но он слишком эффективный для скилла, с которым не нужно вообще ни о чем думать и просто спамить один скилл и больше ничего не делать. Он слишком эффективен без каких-либо вложений и без какой-либо тактики. Ну, окей. Ну, он определенно слишком эффективен по сравнению с почти всеми остальными АУЕшками. Потому что тут те же самые минус 60 урона, но сильно хуже меткость, сильно хуже крит, нет блайта и не по четырем целям. Наверное, так. Ну, бинт от неплох. Надо ли мне взять... Да, вот это мне надо взять вместо... Вместо этих бумажек взять полезные бумажки. Наверное, хороший план. Минус стресс и минус... То есть после этого... Или как? Или откуда у меня минус 15 стресса на весь квест? Минус 33 у них, я так понимаю, из-за того, что они ивент прошли свой. С отдыхом. По-моему, он один раз за данж, так что еще раз я отдохнуть могу. Хотя, может, я ошибаюсь. Минус 15 у остальных тоже из-за того, что мы этот ивент прошли в сейфате. Может быть так. Так что, в принципе, если грамотно его проходить, то... Он даже полезен. Ну, в любом случае, эти ивенты конечны. По крайней мере, в третьих и в первых данжах. В пятых я настолько... Настолько много не отдыхал, чтобы они кончились. В другом моем сейве. Нееет. Стресс. Еще и до отдыха. Как насчет НПЛ. Как насчет НПЛ. Как насчет НПЛ. И еще яшка. Надо было похилить бандит, конечно. И, наверное, снять с него дебаф. Виктор Блайт. Даже на 4 урона это ни о чем. Но это единственное, что я могу адекватно сделать по первому слоту. И, в принципе, ему хватит. Но, с другой стороны, ему бы и без этого хватило второго ИПО. Окей. Метка это нехорошо. Но, с другой стороны, у него, скорее всего, всего лишь одна атака по этой метке будет. Потому что до следующего его раунда я, скорее всего, успею его убить. Сколько там? Один Блайт и 3 ХП. Я использую Адерскиз сюда. И я использую двойные кинжалы. И этого хватит. Не проблема. Расставить на места. Карта. Окей. Тебе похилиться. Тебе похилиться. Снять Блит. Нормально. Идите вы вперед уже. Ау. Не того убил. Может, последнего я не могу. Нормально ударить. Ну, с другой стороны, ему все равно хватит. Так что все окей. Ммм, какой хороший бой. Дальше уже Адерскиз это единственное, что я применяю. Потому что это намного эффективнее, чем МП укидать по двум противникам с кучей протекшна. Ну, он мертв. Он тоже. Окей. То есть Адерскиз я тоже не применяю. Потому что все и так кончилось. И потому что они не в том порядке опять ходят. А-а-а. Хм. Да, можно застактиду. Хороший план. Ничего не осталось тут. Ну, поехали дальше. Данж очень неудобный. Возвращаться потом. Ну, что поделать. Ммм, три слайма. Два слайма. Один слайм. Ноль слаймов. Неплохо. Сундук на обратной пяти открою. Я это тоже. Да, на перволевленных данжах даже два кинжа у Грейвероберша хорошо работают. Две лопаты с одного боя. Как вообще такое возможно? Окей. Расставьтесь в нормальном порядке. Я применю второй. Второй отдых. Я съем мало еды. Потому что хилиться и снимать стресс мне особенно не нужно. Что еще я сделаю? Миличный урон ему, в принципе, не нужен. Ей, в принципе, ничего не нужно. Так что... На всякий случай минус стресс на них стоит нас память. И там плюс протекшн, плюс макс хп. А, оно три. Черт. Только на одну. Не, это просто вроде. Ок. Это даже не просто враги. Это хреновые враги. Потому что безумец. Как я вообще в этом прохождении за, там, 105 уже, наверное, недели или около того, ни одного предмета из безумца не выбил. Потому что есть три разных предмета, которые падают из боя с безумцем. То есть, если безумец есть у противника, то, по-моему, 15% шанс, что выпадет один из трех предметов дополнительно в луте. И каким-то образом этого еще не случилось. Я не понимаю. Там, правда, реально хороший только один. Который плюс скорость, плюс урон, плюс стресс. Вроде бы так. Ну, плюс стресс, это, конечно, не очень хорошо, но все-таки. Плюс скорость, плюс урон. Плюс два скорости. И плюс 15 урона. И это неплохо. Ну, окей. Так, ты съешь бинт. И немножко еды. А, нет, у меня еще 18, точнее, еще 12 еды. Так что съешь много еды. Ты съешь много еды. Ты съешь немного еды. Да, сойдет. Место освободилось немножко. Сюда лопату. А, сойдет. Это, наверное, так лучше. Сюда ключ. Тоже неплохо. Наверное, так. Бой заспавнился. Привет, коллектор. Почему он первым ходит? У него всего лишь 5 скорости. У меня 8. У двух... У трех персонажей? Нет. У двух персонажей. Но все равно. Это не честно. Ну, хотя бы его бомжи в первом раунде не ходят. Во втором, в принципе... Нет, во втором ходят. Потому что этот наркоман промахнулся по всем сразу. Ну, ладно. Ходят так ходят. Я могу двух этих убрать. Наверное, стоит. Нет, во втором раунде его бомжи тоже не ходят. Окей. Я зря это делаю. Надо было его добить. Ну, ладно. Не важно. Ммм, 7. Сойдет. Лучше добить. И так добить. Нормально. Я даже не знаю. Ладно, пофиг. Рипфакелы. Немножко денег ценнее, чем Факел. Надо было вообще выкинуть тринкет на Сьютбрейкершу. Потому что плюс 30 блайта и минус 10 блайт резиста. Это так себе. Но я не знаю, можно ли такой тринкет еще где-то получить. Или он только с ее ивентов. То есть один раз получаешь и все. Так что для коллекции, наверное, можно оставить. Или, может быть, если его потерять, то этот ивент еще раз можно будет повторить. Не знаю. Тоже вариант. Окей. Ура, голод. Ура, немножко снятия стресса. Это лучше, чем голод. Пустой мешок. Ну, мне придется одну ветку, скорее всего, до конца пройти. То есть вверх или вниз. И это печально. Но я сейчас узнаю, где что. Нигде ничего. Сверху ничего. Так что, наверное, вверх. Черт. Или просто битвы не показываются. Потому что они почему-то иногда показываются на этой карте. Иногда нет. Если я нахожу карту именно. Так, наверное... Ты лови. И, наверное, все вы ловите. И, наверное, ты лови. Сойдет. Черт, это не то, что я хотел сделать. Это был адр. Пойду. 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 Наверное, вверх. Там меньше боев, наверное. Там, по крайней мере, меньше боев отмечено на карте. На самом деле, может быть, их там больше. Или это уже зачитается? Нет, это еще не зачитается. То есть, еще одну комнату нужно пройти. Ну да. Наверху вообще. Вообще больше нет боев. Тоже хорошо. Даже сундук есть. С которого, может быть, немножко чего-нибудь достать. Ура. Танч пройден. Быстренько назад через этот коридор. Противоядие сюда. Э, трэш. Ну, мне вернули противоядие. Уже хорошо. Но нехорошо, потому что я его туда же выложу. И здесь факел, и там... Какой-то трэшевый тринкет. Отлично. Идеальный лут. Ну, хотя бы экспо. Ну, плюс 50% экспо заметно. Хотя это, конечно, плюс... Плюс два всего лишь, но это, по сути, как если бы она еще один короткий квест прошла. Вместе с этим длинным. Минус 4 скорости. Ха. Не, ну это нехорошо. Но, блин, это позволяет этот сетап легче сделать. Но, наверное, все-таки я это уберу. Блайт резист, наверное, я залочу. Блайт резист, это всегда хорошо. Шесть дополнительных бомжей. Удачи. Так, с тебя убрать литератургию. Тебе залочит резист. И ничего не снять, потому что все пофиг абсолютно. Я буду счастлив, если все три эти статы залучатся. Ммм, третья. Окей. Ну, тогда можно и вторую выгнать. Тем более статы у нее так себе. Третья, это уже интереснее. Что у нее за статы? У нее дофига статов, и это не очень хорошо. Ну, плюс скорость в первом раунде, это классно. Окей. Вторая. Иди нафиг. Тем более у нее эквип не про апгрейджен всякий. Третья. Иди сюда. Снимай с себя гаманью. Лочунгард, наверное. Не знаю, надо ли его лочить. Я бы с большим удовольствием залочил плюс два скорости, или плюс два скорости, когда светло. Или лучше и то, и другое. Что плюс четыре скорости, когда светло, и вообще тогда все круто. Пока что не буду. Посмотрим, что у нее пятым появится. Тогда уже будем что-либо лочить или не лочить. Ну, окей. Ну, не скалевленные все заняты. Тут больше никого нет хорошего. Тут ничего нет хорошего, как всегда. Так что пойдем... Куда? На пушку? Не знаю, на пушку не хочу. Вообще, видео уже длинное, так что надо что-нибудь совсем короткое брать. Чтобы просто обновить неделю. Ну, совсем короткое, это, видимо, вот эта вот хрень. И кого я туда хочу взять? Арбалетчицу, например. Не эту висталку. Или даже эту висталку. Этого чувака. Так вот как-нибудь. У меня, да, есть нормальный урон в четвертом слоту. У меня есть нормальный стресс-хил у крестоносца. У меня есть станы у крестоносца и у нее. У меня есть антистелс. Да, все хорошо. Такой сетап меня устраивает. Тебе плюс урон. У меня есть плюс урон по нежити плюс крит. Наверное, имеет смысл. И у меня есть санринг. Всегда. Тебе стресс-хил и стан. Ты будешь хиллером и станером. Тебе голову и... Нет, не накликнуть. Отсортировать просто. Голову и свиток. Не этот свиток. Этот свиток. И тебе меткость в четвертом слоте. И... Урон и крит. Видимо, да. Меткость и скорость главное в четвертом слоте. Ну окей. Поехали. Еда, лопаты, факелы. Немножко... Всего этого. Короткий данж. На комнаты или на битве? Я не обратил внимания. На комнаты. На комнаты чуть хуже, потому что они обычно чуть длиннее. И чуть менее линейные. Но пофиг. Это дает лут. Не нужно в данный момент. Я не посмотрел, какие у меня кверти, конечно, у этой команды. Может, там что-нибудь плохое. Но пока что вроде бы все нормально. Но с другой стороны, пока что вроде бы и врагов нет. Ну или если есть, то трешевые шамблеры. Я такой команды убивать явно не буду. Обойдется. Паук, зачем ты выжил? Придется тебя так добивать. И стресс хилить. 18. Ну, это критом. Без крита не по 17 явно. Почему они все стресс навешивают? А, у них просто это атака стресс навешивает. Просто копейки. Ладно. Удачи им в этом. Плюс 7. Ну, хилию я, конечно, больше, особенно критами. Но надо заканчивать уже бой. Детроид. Не забывайте себя, что уверенность является лёгким и инсидивным убийцом. Ничего. А здесь? А здесь Бунбера? Нет, не очень хорошо. Ещё и чувак с чашкой. И он бафает чувака с чашкой? Он наркоман? Да, теперь он наносит на 20% больше, чем 0 урона. Шикарно. Отличный баф, чувак. И отличный дебаф. Минус 5 крита. Это повод крита ныть следующим выстрелом. Стан тому, кто ещё не входил. Маловато. Минимальный урон, что ли, прокнул? И не обратил внимание, сколько там было. Да, теперь у него плюс 40% урона. Да, минимальный урон прокал. Почему она так часто прокает минимальный урон? Что за фигня? Добьёт? Добьёт. Ну, вообще, хорошо. Стресса мало у всех. Крестоносец может и ударить. Если успеть, ну вроде успеть. Явно успеть. Окей. Эта экспедиция, по крайней мере, просит успеха. Ммм, стал скелет. Ура. Надо было по-ближайшему стрелять. Но пофиг. Ау. Как насчёт не критовать так больно? Вообще, не надо было по-ближайшему стрелять, потому что я бы тогда последнего тоже не убил. Это было бы плохо. Куда я вообще посмотрел, что я думал, что у него 26 хитпоинтов? Потому что я куда-то посмотрел, увидел тебя в 26. Но у них... У всех не 26. Что? Ладно. Неважно. Как насчёт пойти в стан? Как насчёт пойти в смерть? Нет, никак. Пока никак. А теперь? Теперь хорошо. Ну ладно. Остаётся только очень бронированный скелет. Который недостаточно очень бронированный, потому что на него всего лишь пара ударов уйдёт ещё. Я, к сожалению, не могу тут две комнаты пропустить, так что мне придётся и вверх, и вниз идти. Но пофиг. Можно исходить. Мне не жалко. Опять я так... Где-то состав. Надо фокусить на минус-то. Ну вот, он выжил. Не то, чтобы это ему сильно поможет. Ну, забафает он одного скелета. И... Хотя бы в этот раз он бафает скелета, а не... Чувака с чашкой, который наносит целых 15 урона. Окей. Криты. Криты — это нехорошо. Кращай, знаменосец. Ау. Криты — это вообще нехорошо. И такая куча стресса — это вообще нехорошо. И он ещё и выжил. Чувак. Ну, хватит уже выживать с одним хп. Перестань. Всегда минимальный урон везде пропает. Восемь. Пахиль себя чуть-чуть. И ты похиль его чуть-чуть. И ты похиль его чуть-чуть. Нормально. Минус деньги, плюс бюсты. Бандиты. Бандиты — это хорошо. Ну или нехорошо. Посмотрим. Насколько они критовать по мне будут. Хотя бы не двигает. Ну и этот уже критовать не будет. Этот из стана, скорее всего, тоже. Я думаю, стоит снять стелс. Получить кучу урона. И добить этого парня. Доспехи, по-моему, могут снять стресс, правильно? Или я совсем наркоман? Вики, скажи мне, насколько я наркоман? Или они вообще только негативные статы дают? Нет, по-моему, только негативные. Это какой-то саркофаг. Доспехи. Нет, они не могут снять стресс. Они могут дать баф или позитивный кверк. Ни то, ни другое мне особенно не нужно. Так что обойдусь. Мне бы какой-нибудь бой, где я смогу стресс похилить. Без особых проблем. Например, какой-нибудь бой с костяным генералом. Но это не очень подходит. Потому что этот чувак довольно дамаговый. Копейщик вроде бы тоже довольно неприятен. Хотя, наверное, можно его оставить. Они оба... Не, он станет. Они оба не бледят. Посмотрим. Арбалетчика явно стоит убить. Вау. Он еще и выжил. Тебя явно пока что стоит застанеть. Когда-нибудь у меня перестанет пробовать почти минимальный урон. А у врагов перестанут пробовать критый. Постоянно. Нормально. И могу так, конечно, немножко стресс поснимать. Потому что там пару раундов я их могу держать, обоих встанем. Копейщика я постепенно буду убивать арбалетчицей. Постепенно убивать. Ну, на одного прок на устан. Тоже неплохо. Ну, хватит так мало урона наносить. Суузд. Седейтед. окей 17 умри уже спасибо ну и в принципе можно уже их добивать по крайней мере начинать их добивать хотя если я могу одного из них станет держать почему нет и добивать второго постепенно тем более он толстен и много грантов идет ну много это три 1821 знаю куда следующий стресс его потратить и вот теперь уже точно нужно их добивать чем висталка 1 ходит наверное потому что у нее 6 скорости и всех остальных тоже около того лайн файл готова еще немножко стресс его и наверное так чтобы гарантирует не гарантированно почти гарантированно 10 19 это лучше чем то что было до этого кровь иди нафиг ящик так ну и что последняя комната надо поставить всех на места вернуться от ловушки и взять еще пару портретов если это последняя комната я могу потратить последний факел и вот так сделать ну последний в смысле нужны мне в этом данже поехали до пустая комната можно сваливать ура зачем я здесь был не знаю затем чтобы неделю пропустить в основном и всякие трешевые кверки и болезни получить это нужно снять это офиг стало заметно хуже но пофиг это слегка нужно снять это определенно нужно снять матерь и никаких лентов когда мне дадут ивент на оживление персонажей допустим у него что-нибудь было минус крит можно снять в принципе и плюс блэйд резист можно залочить в принципе а вот дают висталку которая не очень нужна правильно не знаю наверное не очень нужна что тут дают ничего хорошего ну клендзен кристалл но у меня уже есть один второй мне не нужен кроме этого ничего хорошего ну ладно что из средних данжей еще и трешевое задание не туда я наверно не пойду что из легких данжи туда у меня потянет нормальный хотя можно ведь вот так сделать и в короткий данж тут импэйл тут они не так не получится у него он вперед хотя point blank но это вообще как тупо не знаю в общем следующий раз разберемся но на сегодня этом все надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был ваймс пока